Общеобластной субботник назначен на 26 апреля, но жителям одного из домов в микрорайоне Недостоева генеральную уборку двора в пору проводить уже сейчас. При этом за один день они вряд ли управятся. Почему? Увидел Дмитрий Мелёшкин. Это двор дома номер 4З по улице сельских строителей летом прошлого года. Кругом образцовая чистота и гармония, которыми небезосновательно гордятся жильцы. Так у нас спокойно, всё тихо, спокойно, убирают хорошо. Чистенький двор. Теперь же собственный двор наводит на женщину ужас. Ужас, да, ужас. Компания, с которой заключён договор на вывоз мусора, похоже, просто забыла про своих клиентов. Сегодня уже 5 сутки пошли, с утра начиная, как должны были забрать, вывезти мусор. По телефону работники не отвечают, дозвониться невозможно. Автоматом включается факс. Если же дозваниваешься, обещают, что машина будет. Тянут до вечера, рабочий день у них кончается, они уходят и всё заново. Дозвониться до эко-сервиса компании, которая обслуживает чуть ли не половину рязанских дворов, не удалось и нам. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Рязань-эко-сервис». Если у вас возникли вопросы по вывозу твёрдых бытовых отходов, оставайтесь на линии. Соединение невозможно. Перезвоните позднее. Тем временем переполненные мусорные баки начинают отвоёвывать территорию, захламляя некогда образцовый двор. Ветер раздувает. И кто собирает тут, как сказать, посуду ходят бабульки, они рвут эти пакеты, разбрасывают. Всё, летит. Прогулочный маршрут Ярослава теперь вместо красочных дорог детства пролегает между мусорных гор. Но мать мальчика, она же и управляющая ТСЖ, ничего не может с этим поделать. Вторая и, похоже, последняя компания-утилизатор в городе открыто заявляет, что им невыгодно ездить в этот район. Должны же быть какие-то альтернативы. Почему? Мы же живём как бы не в коммунистическое время, да, столько вариантов должно быть, ну, как сказать, для пользы сотрудничества. А у нас, получается, и фирм нет, и никому ничего неинтересно. То есть живите и копайте в том, что есть. Местные уверены, все гуманные методы воздействия на экосервис уже исчерпаны. Следующая за телевидением структура, куда обратятся жители дома номер 4З, по улице сельских строителей, будет суд. Дмитрий Мельнёшкин, Александр Брегихин, Вести Рязань.